Приветствую всех. С вами никому не известный Николай Болошенко из города Умска. Я получил посылочку. Я очень рад. Посылочка пришла через ДЭК. Это будем говорить так называемое, знаете, анбоксинг. Распаковочка просто. Это может быть даже для магазина, в котором эти часы были куплены. 2021 год. Скажу быстренько. Посылочка пришла через ДЭК. Спросил бесплатный пакет. Пакета не нашли, но какую-то дали. Типа, знаете, в борьбе. Клеточку. Ага, чек. Вот в таком пакете через ДЭК пришло. Сразу скажу, что все пришло хорошо. Запаковано было все очень хорошо. И я, конечно, все это проверил, все вскрыл. Отправитель это интернет-магазин часов, по-моему, называется Tempus. Тут написано, что отправитель там какая-то Иванова, Ивана Иванова. Ну, грубо говоря, я не буду называть фамилии. И получатель Балашенко Николай Павлович. Вот. В таком пакетике пришло все. Так. Пакетик выбрасываем. Замотно было такой пупыльчатой пилочкой. Пилочкой тоже нафиг выбрасываем. И в такой беленькой коробочке. Ну, часы Кассио и дефасинские, они всегда идут в плотной коробочке, сверху такая беленькая идут. Которые в простыне таких синьких коробочках идут, а этот упаковывается вот так вот. Так. Что хотел сразу сказать, что обычно, когда в магазине покупаете, да, часы Кассио, там, здесь стоит такая голограммочка наклеенная, ну, здесь голограммочка нет, просто стоит штамп в магазинах. Ну, это не страшно. Часы Кассио не ломаются. Это у меня уже вторые такие часы. Первые часы у меня были, у меня их выпросили. И они были проданы примерно два года назад. Я очень жалел, ну, выпросили у меня их. Вот. И есть у меня еще одни другие часы. Но они желтого цвета, так называемые ПВД-покрытием. И их не очень желательно носить под одеждой, потому что вот это ПВД-покрытие стирается. Я их ношу, когда вот так открыто. Вот рубашки летом, вот. Они мне нравятся, все хорошо. Вот. Но вот, что стираются, мне, конечно, жалко. А вот эти часы, они из нержавеющей стали. Ну, сейчас посмотрим. Так, это уберем. Вот. Вот в такой коробочке, в красивой, идифайсовской. КАСИО написано, идифайс. Значит, модель часов EF 129D 2, говорю по-немецки, 2A VFR. Вот. Модуль часов 51-25. Ну, думаю, может, видно будет на стопе, кто хочет посмотреть. Значит, шли. Упакованы в такую, какую-то шуршащую штучку. Значит, в коробочке что еще шло? Какая-то, какая-то одна инструкция. Ой. Ну, короче, какие-то две инструкции. В общем, талмуды, инкулатура. Возможно, по подведению часов их тоже. Значит, часы выглядят вот так вот. Анишки сверху, пленочка. Вот тут ярлычок такой, на котором так написано. Модуль и название часов. Вот, может, кому-то интересно. Значит, была наклеена пленочка. Что меня удивило? Подушечка такая хорошенькая, плотненькая, красивая. Что меня удивило, что на вот этих часах сзади должны быть еще две наклеечки. То есть, наш стандарт и там еще какая-то наклеечка. Ну, я не знаю. Но здесь не было этих наклеечек. Вот. Ну, тут пленочка на браслетике. Часы выглядят вот так вот. Я не знаю, что там отблескивает, где и как. Но выглядит на ней вот так. Значит, давайте сразу скажу, что я хотел сказать. Значит, часы на 2021 год, смотря где поймаете. Вот если в магазине Tempus я брал, да, они стоят 6300 плюс пересылка 400, ну, доставка. В общем, 6700 они мне обошлись. 6700. Я их два года назад, нет, даже больше покупал. Три года назад, наверное, покупал такие часы. Я их за 6500 покупал. Вот. Но эти часы в другом магазине, если возьмем там Alltime, Best Watch, President Watch, там, ну, другие часовые магазины, да, интернет-магазины, они стоят уже 9 с чем-то. Там, 9,5 примерно. А вот Tempus как-то, ну, почему-то сделал по-своему. Наверное, старые закупки у них просто были. Я потом посмотрю. Там есть сзади номер, по которым можно определить. Я так думаю, что можно определить год выпуска. Сейчас я просто не увижу, у меня нет увеличительности. Типан. Значит, вот такие часики. Давайте сразу вам скажу по часам, что. Значит, это обычный трехстрелочник. Вот. Секундная, минутная, часовая стрелка, на которой покрытие, ну, чтобы светились в темноте. Конечно, долго светиться не будут. Немножко будут. Ну, и, возможно, на метках еще выключать свет не буду, потому что это нужно куда-то уходить, переходить, проверять накопительное это покрытие. Но не будем этого делать. Много обзоров на YouTube. Я, в принципе, это делаю для магазинчика обзорчик такой, что с часами все хорошо, что я их получил. Но дело не в этом. Значит, в районе трех часов, да, стоит дата, день недели и число. Вот. Ну, написано, конечно, Edifice. Вот. На переводной коронке, на переводной, не заводной, а переводной, просто часы кварцевые, тоже стоит значок Edifice. Не знаю, будет видно или нет. Вот. Часы Edifice, они все, эта линейка делается уже, будем говорить, из нержавеющей стали. Если часы примерно до пяти тысяч российских рублей покупаете, то, возможно, они будут сделаны из латуни и покрыты просто хромом. А вот более дороже, они уже сделаны из нержавеющей стали. Вот линейка Edifice, она сделана из нержавеющей стали. Вот. Крышка, естественно, из нержавеющей стали, закручивающаяся крышечка. На которой написано влагозащита, типа 10 бар или 100 метров. На лицевой стороне тоже написано, что 100 метров водозащита. Вот. Батареечка на этих часах, номер не помню, 625 помню или какая-то, не знаю, на три года рассчитана. Вот. Погрешность у этих часов примерно 15-20 секунд в месяц. Но у меня, которые часы до этого были, они где-то примерно за месяц у меня это, ну, секунды на три или на пять всего в разницу уходили. Я не помню в какую, но часа секунд пять была разница всего. Значит, стекло слегонца утоплено во внутрь. То есть, если вот так вот просто где-то вы покладете их, то выйди уже не поцарапаете его. То есть, оно внутри стекло минеральное. Ну, хоть и говорят, что оно не подвержено, но это не сапфир же, да? Вот. Оно, конечно, подвержено царапинам. Ну, потому как оно защищено маленько. Поэтому, возможно, не сильно поцарапится. Ну, вот эта вот полировка, вот это кольцо, которое сверху стекла стоит, да? Я не знаю, как оно правильно называется, вот это полированное стекло. Вот бока полированные. Конечно, это все будет подвержено, скорее всего, каким-то царапинам. Вот. Но нужно любить часы, аккуратно с ними обращаться, да? Вот. По размеру часов скажу, что... Значит, вот от ушка до ушка они 49 миллиметров. По ширине заводной головки до края... О, они у меня были не включены? Да, вот я и включил. Вот. Они 45 миллиметров. Вот. Вот, кстати, они у меня стояли. Вот, теперь пошли. Красавчики такие. Значит, циферблат у них синего цвета. Есть такая же моделька 129, только 1D, по-моему, называется. У нее цифры написаны там на 12, 6. Ну, мне это не нравится. Мне нравятся когда цифры, но именно на таких часах мне не нравится. И синий циферблат, он как-то более выигрышный, чем у черный. Вот. Мне вот синий циферблат больше понравился. Как-то вот. Вот. Сама... Где дата и день недели, да? Вот. Они тоже в таком треугольничке. Тоже такой из полированной стали. Таком... Ну, выделены. Красиво такое, знаете. Такое своеобразное, что есть. Вот, знаете, у дизеля там какие-то железяки торчат. Такое. Но здесь тоже такое, ну, выделение такое. Чем-то они уже выделяются своим. Вот. Вот. Значит, серединка у них такая, ну, так сказать, в кружочке таком, наверное, такое гриширование такое, да? Это сделало. Не знаю, видно или нет. Вот. Потому что... Еще темновато сейчас. Так. Знаете, что я хотел вам сказать про ширину браслета? Сейчас я вам точно скажу, друзья мои. 24 миллиметра. То есть браслет 24 миллиметра. Некоторые, вот я смотрел, это обзорщики. Они говорят, что это браслет штампованный. Ну, я не знаю, насколько он штампованный. Но, как по моему личному мнению, этот браслет литой. Литой. Штампованная здесь просто застежка. Да, штампованная. Есть штамповка. Ой. Застежка бывает тоже литой, да? Но она до такой степени толстая. И потом трет руку. Мне кажется, что-то не очень. Значит, есть возможность переставить. То есть, можно уменьшить браслет на определенные отверстия. При моей руке 19,5. Ну, ладно, померяем на другую руку. Ширина руки 19,5 сантиметров. Я, в принципе, уменьшать их не буду. Вот. Для меня они, в принципе, идеальны. Вот. Вот. И иногда говорят, что... Почему они говорят, что это штампованный. Вот. Что он там гремит. Ну, типа-то все. Да, почти все браслеты так шумят. Вот. А штампованный браслет его сразу видно. У него дужки есть позагнутые. Вот так вот сделано. То есть, он маленько совсем по-другому. Значит, бока. Вот эти... У браслета полированные тоже. А сам он такой... У него такое легкое сатинирование. В общем, красивые часы, друзья мои. Мне они очень нравятся. Вот. Спасибо от магазина Tempus. Это не реклама магазина. Это просто... Мне, наверное, повезло. Я их случайно увидел. И... Эти часы у меня, как сказать, выпросили. Потому что у меня на тот момент были часы сейка. Вот. Но мне сказали, типа, ну, у тебя езжи сейка. Зачем тебе? Ну, продай. Вот. И... Ну, как-то они вроде стояли-то вроде на продаже-то у меня. Но я их не хотел, конечно, продать. Потому что они у меня были, так сказать, на руке. Вот. Но у меня, короче, их выпросили. Выпросили. Я их продал. Потому что большее время носил сейку. Вот. И... Как-то вот так вот. В общем, вот такие часики, друзья мои. Вес у них 156 грамм. Так что... Будем говорить, что они не очень легкие. Некоторые говорят, что это не костюмные часы. Что это, типа, более спортивные. Ну, я не знаю, конечно. Но, смотря там, как кэжуал. Не знаю, в каком стиле вы ходите. В какой одежде там, да. Сейчас же, знаете, все ходят в костюме. В рубашке, в галстуке и в кедах, да. Сейчас, ну, кто хочет, тот и ходит. Вот. Поэтому, какие часы. Ну, конечно, если вы там не президент компании, конечно, да. Понятно, да. А может и... Знаете, не всегда вот, что дешево, это, как сказать, плохо, да. Ну, это, конечно, не дешево. То есть, если они стоят 9,5 тысяч, да. Это мне просто повезло. Я бы не сказал, что это идет даже 6,5 тысяч российских рублей на 2021 год. Я тоже бы не сказал, что это очень дешево. Вот. Давайте вам сейчас еще раз покажу так хорошо. Не знаю, насколько вам будет все это видно. Потому что я ничего не вижу. Снимаю на телефон. Если какие-то вопросы или проблемы. Можете обратить внимание на секундную стрелку. Секундная стрелка, кстати, совпадает по рискам. Это очень редко бывает в часах. Вот у меня на моих часах, вот это, на Casio. Не то, что Casio болеют, да. Мне ориенты нравятся. Все, но у ориентов маленькая цена другая. Вот. И вот, что мне на этих часах стрелочки, секундная стрелка совпадает по рискам. Что вот на этих часах. На многих часах почти 90%, даже 95% часов, которые вы возьмете себе в руки. Независимая, будет там, сейка, ориентом, еще какие-нибудь. Секундная стрелка может не совпадать. Вот. Так что, вот такие, друзья мои, часы. Красивые и хорошие. На браслетике тоже. Эдифайс, надпись и значок. Эдифайс. Это такая, знаете, у эдифайсов, наверное, у Casio, наверное, элита такая. Которая всегда чисто из нержавейки и всегда 100-метровая. То есть, у них можно даже купаться. Переводная головка, не закручиваешься, просто закрывается и все. Как переводить дату, я не буду вам говорить. Ну, просто два положения вытаскиваться. Самое крайнее положение, вы будете переводить стрелки. А первое положение, вы будете вперед переводить, по-моему, цифры. Ну, день недели. А не день недели, а как сказать? Да, день месяца. Вот. Ну, будет число, да? А день недели, вы будете переводить в другую сторону. По-моему, ну, как на себя. Вот когда будете. Сложного ничего нет. Один маленький нюанс, друзья. Когда переводите, занимаетесь этими переводами, то делайте примерно это в районе четырех часов. Ну, где-то, допустим, с трех часов до семи часов дня. В такое время переводить эти стрелочки. Потому что, чтобы не сломать механизм. Потому что в остальное другое время, когда сам механизм начинает автоматически переводить, ну, можно испортить что-то. То есть переводить стрелочки, ой, дату переводить нужно только примерно в районе четырех часов. Ну, я не знаю, кто этим будет заниматься. Один раз поставили и на три года забыли, пока батареечку не поменяли. Потом через три года поменяли батареечку. И обязательно поменяйте резиночки под крышкой. Крышка, кстати, закручивающаяся. Или завинчивающаяся, как сказать правильно. Вот. Поменяйте там тоже резиночку. Если она, конечно, в не очень хорошем состоянии. Самим я не советую этим заниматься, потому что у вас нет ключей для открывания крышечек. Лучше сделать это в сервисном центре. Ну, все, друзья мои. Все пока. А, нет, 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 нет. Еще не пока. Сейчас вам еще анекдот расскажу. Под занавес расскажу анекдот. Два ворока-арманника заходят в ресторан. В ресторан заходит такое, через Швейцара прошли. Поговорили со Швейцарами, прошли и все, идут дальше в ресторан. Один другому говорит, ты заметил, какие у Швейцара часы? Он говорит, нет, покажи. Ну, в таком плане. Кто понял, тот молодец. Анекдот, друзья, всем пока. С вами был никому неизвестный Николай Булышенко из города Омска. Всего всего самого хорошего. Любите часы и любите себя. Часы будут любить вас всегда. Надо, чтобы они были красивыми. Понимаете, сейчас еще, знаете, что скажу, друзья мои, не уходить никуда. Самые хорошие и самые красивые часы у человека, да, это те часы, которые у него на руке, которые он любит и которые ему нравятся. Это самые лучшие часы. Независимо от ценовой категории, за какую цену они были куплены или кем подали. Если человеку нравятся эти часы, и он их носит на руке, то это его самые любимые часы, самые лучшие часы. Поэтому у этого человека убеждать, что какие-то часы бывают лучше, ну, сомнительно. Все, друзья, всем пока. С вами был Николай Булышенко из города Омска. Всем пока.